Приветствую вас, мои друзья. Вот она я. Сегодня еще хочу рассказать вам о покупках из FixPrice. Сразу вам покажу чек. Сегодня меня, слава богу, ни на что не обдурили. Примерно на тысячу с лишним я купилась. Знаете, печальный факт. У них до сих пор не работают накопительные карты. Это очень печально, потому что с каждой покупки вы получаете один балл. А сейчас, когда предновогодний, ноябрь, декабрь месяц, и по-моему еще в октябре та же фигня у них была, получается ты покупаешь, а ни хрена тебе не начисляется. Ну ладно, давайте покажу, что купила. Во-первых, коробочку. Я очень хотела такую, знаете, изумрудную, переливающуюся. Но, к сожалению, у нас там таких не было. Поэтому я взяла синенькую. Она мне больше всего понравилась. Здесь есть и елочки, и подарочки, и шарики, и звездочки, и вообще снежинки. То есть она такая многосмысловая. В общем, она самая такая симпатичная. А это, к слову, о том, что где-то через две недели, наверное, появится видео о розыгрыше новогодней коробочки. Такие сюрпризы внутри. Просто случайному человеку может так повезти, что он получит в подарок от меня коробочку с маленькими сюрпризами внутри. Сюрпризы будут, естественно, сюрпризом. Вот, вот такое, в общем, коробочку. Естественно, видео появится где-то неделю через две, и там будут все подробности. Так что обязательно подписывайтесь, не пропустите. Это первый розыгрыш будет на моем канале. И думаю, что в будущем будет больше розыгрышей. Поэтому, чтобы не пропустить их, обязательно подписывайтесь. Еще раз повторю. Вот, сюда такую досочку появилась, досочка разделочная. Ну, такой рисунок вижу впервые. Обычно там какие-то букеты, цветы в горшках, что-то такое. Вот тут аж пейзажик с птичкой. И, не знаю, звездочки или снежинки. В общем, мне понравился вот этот рисунок и взяла. Так, из еды появились такие вот, не знаю, как назвать, питы, не питы, какие-то лепешки. Почитала состав, очень долго смотрела, разглядывала эти лепешечки. Они, видите, с семенами льна. Очень долго разглядывала, читала состав. Честно сказать, особой разницы между теми же лепешками там в магните, или в пятерочке, или, не знаю, в перекрестке, я особо не нашла. То есть состав фактически один и тот же. А по цене получается гораздо выгоднее. То есть здесь в упаковке 4 штуки, 2 упаковки 50 рублей. Вот, поэтому я взяла 2 упаковки. Получается у меня 8 лепешек. Ну, для маленьких ботиков на утро вполне. Так, взяла. Из новогоднего. То есть у меня такая разрозненная получилось, разрозненное видео. У меня уже было видео про Новый год, новогодние покупки. В общем-то я сегодня пошла все-таки купить белую рамку. Но у нас их не оказалось. Ну, ладно, я решила не расстраиваться. Может быть, в другой раз появится. Так вот, взяла такую скатерть. Она 75 на 75 квадратная. Вот, в принципе, такая новогодняя, со снежинками, со всякой прелестью. Так, взяла вот такие вот батончики. Я думаю, что все их знают. Вот, 2 кофейных и 4, не падать, и 4 яблочных. Вот, я думаю, что все с ними знакомы. Может быть, даже кто-то пробовал. Я не пробовала, просто решила взять, так сказать, попробовать. Взяла себе вот такой блокнот. Очень хотела на спирали, но на спиралях таких не было. В плотной упаковке. Вот он такой вот, какой-то праздничный. Хочу попробовать распланировать его, как собственный еженедельник. Потому что в связи с открытием канала, с тем, что я начала снимать видео, и придумывать какие-то тематики для видео, у меня в голове просто какой-то хаос творится с информацией. И надо как-то ее, в общем-то, систематизировать, эту информацию. И я хочу попробовать ввести ежедневник такой творческий. Вот, попробую. Внутри страницы, вот если видно на торце, они здесь полосочки, то есть они разлинованные. Я хотела с чистыми листами, но не все бывает так, как нам хочется. Вот такой блокнотик взяла с клеевыми листочками, записывая информацию. Прикольно, что цвета яркие, их четыре разных. Ну и блокнотик удобный, его можно куда-нибудь повесить. Вот такой блокнотик яблочко, я думаю, тоже многие видели, он раскладывается, и получается, или груша, что это, получается такой объемный, как бы, фруктик. Вот такой блокнотик с кофем. В принципе, как бы, тоже я брала его для мелких записей, но он в клеточку. Я как бы хотела чистые листочки. Вот, ну, придумаю, куда его деть. Вот, листов здесь, сейчас, он, наверное, 96 листов серии кофе. Ну, вот, я не успела ничего из серии кофе взять. Кстати, там были очень красивые мисочки для супа или для завтрака с рисунками кофе, с надписьми кофе. Одна такого темно-шоколадного цвета мисочка, а вторая светлая, как, знаете, мока такое. Очень красивая, но я не особый фанат кофе, чтобы прям покупать эти штучки, эти всякие шентифлюшки. Вот, не удержалась, я вам уже показывала оленей, и вот, не удержалась, взяла еще медвичков. Две штучки, такие они смешные, мордашки. И дремят также, ну, тоже, не знаю, посмотрим, может быть, куда-то используем. Вот, взяла, кстати говоря, себе давно хотела, искала вот такую мисочку. Сейчас попробую, вот, посветлее немножко, а то на улице темнеет, а у меня здесь света нету. Вот, для обедов, для супа. Вот такая она небольшая, в принципе, она даже и не особенно глубокая. Здесь 100 мл. Называется бульонница, но, в принципе, можно ее и как, ну, для супа использовать. Вот, в общем, 100 мл, мне кажется, для правильного питания, когда ты ограничиваешь себя в еде, вот такая маленькая мисочка, это самое то. Вот, а мне очень понравилось, я хотела именно зеленую, и чтобы был написан суп. Так, взяла вот такие вот свечки с петушками, 3 штуки, они все разные. Тут петушок с подарком, петушок с елочкой и петушок с шишечкой. Такой женский петушок. Вот, так, что еще из Нового года. Взяла такие шарики, тоже видела у девочек, в обзоре у кого-то. Они разъединяются, сейчас, получается, такие как бы две половинки. Ай, одной рукой, знаете, не очень удобно. Вот, получается, такие половинки, и внутрь можно положить там конфетку или какой-то подарочек. Вот, но они почему-то только по две штуки продаются. Как бы, я хотела разные, но, понимаете, вот две штуки, они одинаковые. Ну, в общем, тоже придумала, куда деть, пока еще не решила. Вот, ну вот, тут как бы решила до кучи себе прихватить там нижнее белье. Вот, четыре пары. Просто покажу вам расцветки, какие симпатичные. Вот, и такие синенькие. Вот такие я уже брала. Довольно хорошая ткань. Ну, тут, правда, нитка торчит, но это же фикс прайс. Вот. То есть, довольно хорошая ткань, и, как бы, срок службы у них, ну, полгода точно. То есть, не пожалуешься. Вот. Еще делала такие открытки новогодние. Здесь набор. Сейчас скажу, сколько. А в наборе... Так, в наборе 36 открыток. Вот, такие они, я так понимаю, что они разные, я пока открывать не буду. То есть, тут какие-то шишечки, шарики, елочки. В общем, присмотритесь. 36 открыток за 55 рублей. Или за 50. Вот. Вот такие были очередные новогодние покупки. И не только новогодние, но и съедобные. Вот. В общем, как обычно, вы все знаете. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новых видео. А особенно, чтобы не пропустить видео с розыгрышем новогодней коробочки, которую можно выиграть и получить бесплатно в подарок на Новый год. Вот. Оставляйте комментарии, ставьте пальчики вверх или куда вам хочется. И до новых встреч. Пока-пока.